Актуальное интервью Чем самостоятельнее становится ребенок, тем больше опасностей ему грозит. Наверное, предусмотреть все невозможно. Но сегодня мы постараемся рассказать о том, от чего в первую очередь нужно постараться уберечь детей. У нас в гостях Ольга Георгиевна Лемарова, начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. Здравствуйте, Ольга Георгиевна. Очень приятно. Здравствуйте. И Денис Анатольевич Чепурных, исполняющий обязанности заместителя командира 10-го батальона 1-го полка ДПС. Здравствуйте. Добрый вечер. Дорогие телезрители, я хочу напомнить вам, что вы можете также принять участие в нашем разговоре. Можете высказать свое мнение или задать вопрос по телефону прямого эфира. 8-495-508-86-84. Ольга Георгиевна, хочется первый вопрос задать вам. Вы присутствуете на всех комиссиях по делам несовершеннолетних и все ситуации пропускаете через себя. Так вот, какие же опасности чаще всего грозят и, к сожалению, случаются с нашими детьми? К сожалению, да. Ну, прежде всего, это, извините, пожалуйста, это родительский недосмотр. Очень часто родители привлекаются по статье 5.35 за, например, падение с пеленального столика ребенка, ожоги, которые получил ребенок в связи с недосмотром родителей. Далее, это самовольные уходы детей из семьи. И вот в этом году у нас не было ни одного самовольного ухода из организации, а именно вот из семей. Это подростки, наверное, в первую очередь. Это подростки, в первую очередь, да. 33 таких самовольных ухода рассмотрены на комиссии за 10 месяцев текущего года. Также ребят подстерегают опасность травмирования, когда они управляют автотранспортом без водительских прав. И, конечно же, очень много, мы, наверное, будем говорить сегодня также с вами об этой ситуации, ребят, которые переходят железнодорожные пути в неустановленном месте. Ольга Георгиевна, не могу не спросить, вот как комиссия по делам несовершеннолетних узнает вот об этих бытовых случаях, когда ребенок упал с пеленального столика? От врачей поступает информация? Вы знаете, поступает прежде всего информация из единой дисперчерской службы номер 112. Все случаи, которые происходят с несовершеннолетними... Как сказал ее начальник, даже поцарапанная на качелях коленка, все сразу сообщается. Совершенно правильно, да. А какие санкции родителям грозят? Что комиссия говорит? Безопасность наших детей в руках наших родителей, правильно? Безусловно. Наша ведь задача некарательная. Мы, конечно, всегда рассматриваем определенные случаи, и в каждом индивидуальном случае применяются к родителям определенные санкции. И прежде всего, конечно же, предупреждение. Жалко родителей, естественно, жалко, которые напуганы и так, совершенно правильно. Бывают такие случаи, когда родители хранят лекарства в доступном месте от детей, не прячут. И детки, маленькие детки, вот эти лекарства могут употребить лекарственные средства. Естественно, что родители звонят в службу единую диспетчерскую. И нам на телефон горячей линии поступает об этом сведение. Денис Анатольевич, ну теперь по вашей дорожной части пройдемся. Насколько я понимаю, в этом году статистика не так радует, как могла бы. Чаще всего, в каких ситуациях страдали дети? Они были пешеходами, они были пассажирами? Может быть, водителями двухколесного транспорта? Да, действительно, ситуация, так скажем, на дорогах нестабильная. В основном получают травмы дети из-за действий родителей. Родители, которые управляют транспортными средствами, а дети являются пассажирами в транспортных средствах. Соответственно, большая часть происходит именно, так скажем, из-за столкновений транспортных средств. Ну, как бы говорят, дети не зафиксированы, вылетают через лобовое стекло. Да, действительно, это применение ремней безопасности и, так скажем, детских удерживающих устройств, что в основном влияет на травматизм детский и, так скажем, увеличивает тяжесть последствий при возникновении ДТП. Еще одним фактором являются переходы в неустановленном месте. Дети являются пешеходами и, соответственно, перебегают улицу, либо переходят в неустановленных для этого местах, либо игнорируют сигналы светофора, жесты регулировщика и так далее. Соответственно, ну, при этом необходимо обратить внимание на то, что дети, управляя велосипедом, катаясь на роликах, на современных средствах передвижения. На скутерах, наверное, да? Да, абсолютно верно. Проезжают, проезжую часть, ну, скажем, правила дорожного движения регламентируют спешиться и перевезти транспорт, ну, как велосипед, скажем, через дорогу. А в основном двигаются... На велосипеде, как ехал, так и продолжил. То есть тяжело нашим деткам слезть с велосипеда, да? Да, вот, к сожалению, это приводит, ну, так скажем, к трагичным последствиям. Особое внимание, конечно, в этой ситуации необходимо обратить на родителей. Но именно от их поведения, от их контроля за детьми зависят многочисленные факторы, ну, которые действительно могут... Ну, и звучит, конечно, банально, если родители переходят дорог в неположенном месте, то, собственно, и ребенок будет делать то же самое. Если мама с папой так делают, то почему мне нельзя? Они же знают лучше, они же взрослые. А вот задам такой вопрос касаемо водителей двухколесного транспорта. Вот вы лично встречали ребенка, ну, ребенок, он все равно ребенок, ему нет 18 лет, который сел на спутер... Несовершеннолетний. И при этом знает правила дорожного движения. Ведь большинство, мне кажется, правила дорожного движения не знают. Или знают на уровне красный стою, зеленый еду. Ну, если управлять мопедом, и сейчас с 16 лет, соответственно, у нас выдается водительское удостоверение. То есть они проходят курсы обучения, должны знать эти правила дорожного движения, так скажем. Ну, встречаются, естественно, и среди взрослых даже водители, которые не замечают, либо не хотят замечать, либо просто игнорируют требования, там, скажем, дорожных знаков, разметки или сигналов, светофоры. Соответственно, это также приводит к дорожно-транспортным происшествиям. От поведения водителей, детей, так скажем, зависит состояние, так скажем, стабильности общества. Денис Анатольевич, в этом году изменились правила перевозки детей. Об этом слышали многие, но и не все иногда знают, в чем, собственно, произошли эти изменения, что они затронули. Да, действительно, 12 июля 2017 года вступили соответствующие изменения в правила дорожного движения, которые заключаются в следующем, что дети до 7 лет, до 7-летнего возраста должны перевозиться в транспортных средствах с использованием детских удерживающих устройств. То есть это кресло, это... Ну и, соответственно, должны быть пристегнуты. Что касается детей от 7 до 12 лет, они должны быть, извините, пристегнуты... Штатными ремнями. Да, штатными ремнями, ремнями безопасности на заднем сидении. На переднем сидении транспортного средства использовать необходимо детское удерживающее устройство в обязательном порядке, то есть до 12-летнего возраста. Соответственно, такие вот изменения вступили. Теперь родителям не придется оправдываться тем, что их любимое чадо не влезает в автокресло, как раньше часто это происходило. Да, действительно, правила дорожного движения регламентируют ту ситуацию, что детское удерживающее устройство должно соответствовать как росту, так и весу ребенка. И можно, Евгения, одну секундочку вот... Вопросы, Денис Анатольевич, у вас... Привлечь внимание родителей. Когда мы приходим на единые дни профилактики, все знают, наверное, уже в нашем районе, что у нас это традиционно в каждом образовательном учреждении. Совместно с представителями ГИБДД приходим в школы, с работниками полиции и так далее. Дети очень хорошо узнают правила дорожного движения. Вот второй вопрос, как они это выполняют, и совершенно вы правильно сказали, что от родителей зависит, как их дети будут выполнять правила дорожного движения. Правильно, Денис? Да, абсолютно. Правильно, Денис Анатольевич. Да. А вот, кстати, наверняка же ваши инспекторы ходят по школам, проводят беседы профилактические. Вот раньше родительские собрания они посещали, мы это снимали, были вместе с ними. Как родители реагируют? Штыки воспринимают или все-таки где-то что-то прислушиваются? В принципе, родители лояльно к этому относятся, как бы, ну, соответственно, даже есть инициативные родители, которые оказывают помощь в проведении, скажем, там, каких-то мероприятий. Ну, к примеру, детский утренник, там, приглашают сотрудников для выступления, где озвучиваются вопросы, направленные на безопасность дорожного движения. Ольга Георгиевна, ну, хочется немножко уклониться от дорожной тематики. Пользователи интернета, сайтов Одинцовских, в первую очередь, наверняка читали о том, что этим летом было несколько трагичных случаев, когда дети выпадали из окон, погибали от падения с высоты. А вот что это за ситуация, по чьей вине это происходило? Ну, я хочу сказать, что это, конечно же, по недосмотру родительскому исключительно. Потому что дети маленькие. Мы проводили даже в нашем районе такую операцию, как «Осторожно, окна». И вот в этой ситуации рассказывали. Рассказывали и на родительских собраниях. Передавали листовки в управляющие компании, в жилищные. Для того, чтобы вот москитные сетки устанавливают, но их же не фиксируют чётко. Ребёнок, он ребёнок, и под весом, под тяжестью, в общем-то, эта москитная сетка... Главная функция москитной сетки – защита от комаров, а не предупреждение о падении ребёнка. Совершенно правильно. И, например, был такой случай, когда мама уснула, ребёнок двухлетний встал на подоконничек, стоит кроваточка возле окошечка, и так это плавненько свалился ребёнок. То есть её мама, судя по всему, открытое окно оставила? И открытое окно, да, оставляют родители. То есть, вот понимаете, это мы можем сказать, что, к сожалению, преступно, безразличные отношения родителей, ну, бывает, и бывает частенько. Ну, родители бывают и ответственные. Когда ребёнок начинает ходить самостоятельно в школу, этот момент рано или поздно наступает. Денис Анатольевич, что посоветуете родителям? Как обезопасить его путь? Нужно оговорить маршрут, пройти с ним эту дорогу. Вот каким образом подготовиться к этому событию? Да, действительно, необходимо ребёнка готовить к этому. То есть, в преддверии, так скажем, учебного года необходимо с ребёнком пройти от дома до школьного учреждения. По пути, естественно, необходимо обращать внимание на разметку дорожную, на знаки дорожного движения. Соответственно, ребёнку пояснить, как они называются, для чего эти знаки находятся. Соответственно, пройти по маршруту прямо до образовательного учреждения. Соответственно, после этого необходимо ребёнка попросить, чтобы он вас, как родителя, провёл по этому же маршруту и рассказал то же самое. Ну, это в качестве рекомендации мы советуем такие. После этого мы рекомендуем составить именно маршрут движения. То есть, маршрут движения со схемами можно. В принципе, это практикуем. Который вклеивается в дневничок, да? Да, который вклеивается в дневник, чтобы он всегда был перед глазами у детей. Наверное, можно это как игру преподнести ребёнку. Такой квест своеобразный. И, в общем, это будет интересно. Я почему-то сразу вспомнила девочку, которую, насколько я знаю, инспектор 10-го батальона. Во всяком случае, раньше каждое утро провожали в школу, потому что родители как раз-таки об этом не позаботились. И ребёнок перебегал в Минское шоссе, если мне память не изменяет. Да, действительно, такой случай есть. И до сих пор её переводят. Переводят инспекторы. Да, каждое утро выставляется специально под это дело сотрудник у нас и встречает девочку, переводит через дорогу. Хотя она переходит через нерегулируемый пешеходный переход по Минскому шоссе. Но там особенность такая участка, то, что скоростные характеристики, ну, порядка 90 км в час. То есть водители, как правило, двигаются немного выше скоростью. И, соответственно, увидев ребёнка, могут не успеть остановиться или ещё что-то. Когда стоит сотрудник, естественно, он привлекает к себе внимание какое-то. Ну и, соответственно, обеспечивает безопасность дорожного движения именно при переходе девочки в школу. К сожалению, в данной ситуации родители не позаботились сами о безопасности ребёнка, потому что, насколько я понимаю, девочка была обнаружена случайно. Тревогу забили учителя, так скажем, ну и прохожие, которым было небезразлично эта ситуация, соответственно, оттуда вот всё и пошло. Прежде чем затронуть ещё один аспект детской безопасности, я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент интервью заведующего травматологическим отделением Одинцовской центральной районной больницы. В нашу клинику достаточно часто поступают, это в основном молодые люди подросткового возраста, от 14 где-то до 18 лет. Немножко редко встречаются люди где-то от 20 до 23 лет, которые, так называемые, занимаются зацепингом или зацеперы. Основная травма – это, конечно, железнодорожная. Редко встречается электротравма. Почему? Потому что в подавляющем большинстве случаев, когда травма бывает нанесена электрическим током, там, если вы знаете, очень высокое напряжение, это заканчивается летальным исходом, и они уже к нам не поступают. Это действительно серьёзная проблема на сегодняшний день. Я считаю, что надо обязательно карать рублём, и обязательно надо штрафовать родителей, причём, как в Германии, достигают до нескольких тысяч евро за зацепинг. А молодые люди, которые этим занимаются, мне хотелось адресовать им следующие данные. 70% по статистике, 70% молодых людей, которые занимаются зацепингом, обязательно падают и получают травмы за первый год их занятия. Травмы, они достаточно тяжёлые бывают, и если люди не погибают, то остаются коллегами на всю жизнь. Это очень серьёзная проблема. Потому что человек, который в молодые годы получает травмы и не может последующую жизнь себя обеспечить никак, и у него должен быть обязательно ухаживающий персонал, в основном это бывает чаще всего родители, пусть задумываются об этом. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Напомню, что сегодня мы говорим о детской безопасности. Телефон прямого эфира 508-86-84. А к нашему разговору в студии присоединяется Юрий Владимирович Шипилов, старший инспектор линейного отдела полиции на железнодорожной станции Галицыно. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Насколько я понимаю, с зацеперами вам дело иметь, к сожалению, приходится. Вот насколько часто? Ну, по крайней мере, наш район не так часто уже зацеперы появляются, потому что в отношении в прошлом году было больше, как бы доставлялись и оформлялись на родителей, также составлялось 5.35 статей за неисполнение родительских обязанностей, но в этом году сейчас намного стало меньше. В основном у нас большая проблема идет с переходом в неустановленном месте, как одна из самых также травмированных статей, потому что подростки, также взрослые пренебрегают правилами, переходят либо в неположенном месте, либо когда переходят в установленных местах, в наушниках и в капюшонах. Я не представляю, какая там должна быть громкость, чтобы не услышать приближающийся поезд? Вот люди не акцентрируют внимание на приближающий электропоезд как раз в этот момент. И в основном травмирование происходит случайностью. Как Вы считаете, что помогло эту ситуацию с зацеперами изменить в лучшую сторону? Ну, больше профилактики, мне кажется, ну и поднять, наверное, ответственность за это. В связи с тем, что в основном это правонарушение несовершеннолетних, как бы больше привлекать родителей. Особенно не то, что надо наказывать, а больше даже в профилактических целях. Там беседование, вызывать чаще, в комиссию, как все материалы направляются по делам несовершеннолетних, проводить просто профилактические беседы постоянно. Для этого, извините, пожалуйста, Евгения, и обязательно с этой целью вот Юрий Владимирович со своими коллегами приходят и на родительские собрания, и приходят обязательно к ребятам на дни профилактики, на единые дни профилактики, проводят профилактическую работу. Вот в настоящее время у нас на контроле в комиссии три зацепера состоит. Три зацепера, да. Слава богу, вроде бы небольшое число. А за переход железнодорожных путей в неустановленном месте привлечены на комиссии 120 ребят. А что дети говорят? Вот почему они зацепингом начали злываться? Нет, зацепингом некоторые хотят пробовать. Смотрят как раз в интернете эти ролики более старшего подросткового поколения. И как бы некоторые попытаются экстрим поймать как раз. Острое ощущение. Да, ну а вот если взять переход, то некоторые это без билета. А кому-то просто как человеческая лень, кто-то хочет сократить путь, как раз спрыгивают с платформы и идут сокращать всю дистанцию. Вот никогда не понимала экономии 30 рублей, спешеной собственной жизни. Ну здесь даже скорее всего спешат, потому что многие с билетом попадаются, они говорят, просто ли хотел сократить себе путь. А какой штраф для родителей вот этих зацеперов предусмотрен? От 500 рублей. То есть всего 500 рублей? А самое главное, Евгения, вот мы пока сидели ждали прямой эфир, да? Да. С Юрием Владимировичем разговаривали. Ведь задача-то наша не наказать родителей. Не штрафом, да? Не пригвоздить к позорному столбу. Наша задача предотвратить вот эти правонарушения детские. Для того, чтобы родители дома еще раз напомнили и рассказали своим чадам о том, что нужно переходить только вот в установленных местах. Для того, чтобы не было потом горя всей семье. Вот ребенок попался на занятиях с этим самым злополучным зацепингом или переходил дорогу, железную дорогу в неположенном месте. Какую работу с ним будет проводить комиссия в дальнейшем? Обязательно. Во-первых, мы на комиссию приглашаем родителей вместе с ребенком. Рассказываем, чем чревато вот такое правонарушение. Правонарушение. На примерах. Спасибо нашему Одинцовскому телевидению. Мы вместе с вами, помните, да? Очень хороший ролик. Помним, конечно. И транслируем периодически в эфире. Да, и транслируем совершенно правильно в эфире. Очень приятно, что с нами тесно очень сотрудничают. Вот линейный отдел полиции в лице Юрия Владимировича и его коллег. Мы на единые дни профилактики ходим достаточно много. Далее. В образовательные учреждения направляется постановление комиссии по делам несовершеннолетних с просьбой составить программу и проводить разъяснительную работу вот на данную тему, по данным вопросам. Юрий Владимирович, ну вот когда ходите на такие мероприятия, на что пытаетесь надавить детям, соответственно? Вот о чем рассказываете в первую очередь? В первую очередь, как бы не то, что надавить, а разъяснить то, что это травмоопасное занятие, как бы кататься на электропоездах. Во-первых, говорят, это есть несколько видов зацеперов, которые едут на крыше. Это электроудар может произойти. Также, допустим, некоторые ездят на кабинах сзади электропоезда. Это падение, это практически смертельно сразу, мгновенно. А за переход, в основном, это все по неосторожности из-за того, что наушники. Дети сейчас постоянно ходят в наушниках. Так как бы, чтобы предотвратить, я говорю, всегда смотрите по сторонам. Потому что даже в установленных местах, где переходят, по наземным настилам, они... Ну и в капюшон еще добавляют наушникам. Капюшон надевают, не видят, не слышат. И в основном, так же получается травмирование. Так как просто беседы проводятся разъяснительные, как бы, даже иногда приводим примеры. Вот, в принципе... Есть телефон, который должны знать и взрослые, и дети. 112. Туда мы сообщаем о происшествиях. Туда мы обращаемся за медицинской помощью. И начальник службы Одинцовской ЕДДС вот прямо сейчас расскажет, с чем им приходится иметь дело и даст свои советы. Обязательно у ребенка, если он пользуется телефоном, должны быть контакты родителей, контакты родственников с собой. Обязательно, если он находится один дома, дверь должна быть заперта, но он мог ее открыть. Если что дома случится, чтобы он мог выйти. Также родители обязаны проинстутировать ребенка, который остался дома, чтобы он чужим людям не открывал. Даже если стучится знакомый, он ему должен ответить, к примеру, извините, мама занята, вот, придите, пожалуйста, попозже. На улице, если ребенок находится, обязательно должны быть с собой координаты родителей. Даже если у него нет телефона, бумажка с мобильным телефоном должна быть. Мама, папа и так далее. Если ребенок, чтобы родители, ну, как бы проработали вопрос со своими детьми, такой, если ребенок вдруг заблудился, вдруг ему стало страшно, чтобы он не боялся, зашел в ближайшую, например, торговую точку, обратился к продавцам, к охране. Следующий момент, гаджеты. Дома обязательно с ребенком проработать вопрос, чтобы он в ванной комнате гаджетом не пользовался, чтобы на улице он в наушниках не ходил. Был, к сожалению, трагичный случай. По весне у нас в Голицыно девочку 14 лет, в наушниках сбила электричка. Она просто ее не услышала. Ну, если он более-менее взрослый уже, чтобы у него всегда был номер 112, он знал, зачем туда звонить. Побольше работать со своими детьми, объяснять им. Потому что у нас, к сожалению, бывают и... Ну, это дети уже постарше возрастом, там, 14 лет. Употребление алкогольных напитков. Поступают такие звонки. И мы сразу на такие случаи вызываем скорую, полицию. Там уже занимается отдел под несовершеннолетним. И еще один момент. Все происшествия с детьми у нас, которые проходят через нашу службу, на контроле в администрации района, в администрации поселений. Мы их моментально информируем. Ну, мне кажется, что сейчас телефон 112 знают все. Но, Ольга Георгиевна, позвонить по нему просто так нельзя. Вот говорят, Дмитрий Валерьевич сказал, что иногда дети даже просто балуются. Там родители не смотрят, опять же. Набирают 112, общаются с диспетчером. Хотя ничего не произошло. Но диспетчера от работы отвлекли. Это недосмотр. Говорят тоже. Иногда вызывают полицию, когда это не прекращается. Было сообщение такое вечером. Да, да, да. Но есть еще и такая категория, как ложное сообщение о происшествии. Это уже другой разговор. Это уже статья. Это уже штраф. И вот какие санкции предусмотрены? Уголовное преступление. И за это уголовное преступление будут отвечать... В первую очередь родители. Да, в первую очередь родители. Если достигли 16-летнего возраста, значит, лично дети будут отвечать. Да, зацеперы у нас ответят по статье 11.17, 11.17. Естественно, что родители за них несут ответственность. Поэтому по статье 5.35 административного кодекса отвечают родители. Да, там может быть небольшой штраф, как мы говорим. Вот опять к тому же. Но безопасность наших детей, самое главное, здоровье наших детей, это ответственность родительская в обязательном порядке. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, Евгения, обратиться ко всем родителям, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Это замечательно. А родители пример ему. А родители пример ему, совершенно правильно. Ну и, конечно, родителям нужно всем начать с себя. Юрий Владимирович, буквально коротко слова на путстве, советы родителям, детям, подросткам. Ну, в первую очередь, я хочу сказать, просто соблюдать элементарные правила безопасности и поведения на объектах транспорта, неважно, какую, железнодорожную или воздушную. И тогда будет все хорошо, я думаю. Сейчас, на самом деле, много и информационных статей. Можно много найти информации в интернете, которая написана разным языком, и для детей постарше, и для детей помладше. На самом деле, если родители этой темой интересуются, они всегда найдут источник информации. Так что все в ваших руках, дорогие телезрители, а мы помогаем как можем. На этом у нас сегодня все. Увидимся с вами совсем скоро на АУТВ. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok